Факты завышения стоимостью госзакупок выявили сотрудники антикрупционной службы в Семии. Выяснилось, что руководство городского дворца культуры намеривалось провести реконструкцию здания на сумму более миллиарда тенге, тогда как фактическая стоимость ремонта не превышала 10 миллионов. Но больше всего представителей антикрупционной службы удивил другой запрос. Администрация ДК планировала приобрести кресло за 38 миллионов тенге, тогда как рыночная его стоимость составляла не больше 150 тысяч. Завышение было существенное. В связи с этим мы направили рекомендательное письмо, которое было рассмотрено городским домом культуры. На сегодняшний день этот лот отменен. Во втором полугодии была проведена аналогичная работа по мониторингу планирования государственных закупок. В прошлом году эта цифра составляла 463 миллиона. Энергетическая система Кыргызстана работает на пределе возможностей, а небольшой город на юге страны остался без питьевой воды и отопления. В Кыргызстане аномально низкая температура, абсолютные рекорды еще не побиты, но морозы уже отразились на жизни граждан. В городе Майлсу на юге республики введен режим ЧАЭС. Река замерзла, и часть населения осталась сначала без питьевой воды, а теперь еще и без отопления. На место выехали два замминистра по чрезвычайным ситуациям. Спасатели и коммунальщики организовали доставку питьевой воды населению. Из-за низкой температуры по всему Кыргызстану резко увеличилось потребление электричества. Сегодня был зафиксирован абсолютно рекорд – 73 миллиона 800 тысяч киловатт-часов. Поэтому энергетики предупреждают о возможных перебоях со светом. Выросло и потребление газа, как следствие снижение давления в трубах и автоматическое отключение оборудования. В данное время затруднена подача питьевой воды 1807 абонентов и подача тепла более 3000 человек. Разбиваются напором воды лед и подо льдом, находящиеся в воду, они уже, получается, закачивают именно в трубы для подачи в тепловые резулары котельной и обеспечения питьевой воды населению. В связи с этим прошу отнестись наших потребителей с пониманием и на вечерний и утренний максимум нагрузок не включать дополнительное оборудование. В Москве развернули мобильные пункты обогрева для бездомных. Там они могут получить медицинскую помощь, чистое белье, теплую одежду, выпить горячий чай и даже переночевать. Для того, чтобы люди могли согреться, столичный центр социальной адаптации имени Глинки каждый год с ноября по март разворачивает такие круглосуточные пункты. В Москве их пять. Еду привозят благотворительные организации. Здесь ее подогревают, фасуют и раздают людям. Кормят от пяти раз в день. Здесь же помогут и с поиском работы. Специалисты уверены, чем быстрее человеку оказать помощь, тем больше вероятность, что он больше не окажется на улице. Люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, в основном это мужчины от 35 лет до 50, которые приехали в Москву на заработки, где их обманули. Они остались без документов и не имеют возможности отправиться к прежнему месту жительства. Они попадают к нам в центр, где им уже оказываются услуги. Пункты обогрева работают по всей России. Биткоин за неделю подорожал почти на 24%, а сейчас он стоит 21 тысячу долларов. Причина в фондовых рынках США, говорят эксперты. Цифровая валюта демонстрирует резкий рост уже на протяжении нескольких дней. За ней следует и весь крипторынок. Только за прошедшие сутки он прибавил 7,68% и практически вплотную подобрался к отметке в 1 триллион капитализации. В средневековая деревня на восточном побережье Англии погружается в Северное море. По мере потепления и увлажнения климата зимой, глинистая почва здесь становится менее стабильной. Защитные сооружения, построенные сельским советом, пришли в негодность, так как на подорожавший уход за ними не было денег. Местные власти выкупили самые опасные дома и помогли некоторым жителям переехать вглубь страны. Но более тысячи человек, оставшихся в Хейсборо, задаются вопросом, продолжат ли эрозия ускоряться. Всего за 20 лет с этого участка побережье исчезло 34 дома. И в течение следующих двух десятилетий, по мере изменений климата, если чего не предпринимать, исчезнут еще десятки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА